Друзья, всем привет! С вами я, EdScriber. Сегодня у нас обзор колоночки. И сегодня вы видите меня непосредственно так вот на камеру, поэтому добро пожаловать в новый канал EdScriber. Нет, добро пожаловать в новый режим. Вот такой, ну то есть, чтобы вы меня просто-напросто видели. И сегодня у нас колонка Transmart. Известная фирма, многие колоночки они выпускают, но сразу, друзья, скажу наперед, что эта колоночка не очень меня порадовала, потому что, ну, как бы есть определенные минусы. Поэтому, друзья, поговорим о минусах и плюсах этой колонки. Давайте вначале перейдем к распаковке. Собственно говоря, сама колоночка. Качество материала так себе, друзья. Ну, то есть, есть определенные плюсы, есть определенные минусы. Первый минус, который сразу просто меня, как бы, немножко шокировал, это то, что эта кнопка, вот эта основная, то есть, которая является и крутилкой, и, по сути, как бы самой кнопочкой, она идет, получается, не вровень с плоскостью. То есть, получается, она стоит вот так вот очень-очень криво, и это реально, ну, как бы косяк, это, ну, как бы, это некрасиво. Вот. Хотя, друзья, эту колоночку мне заслали китайцы, то есть, ну, типа, сделай обзор, все дела. Но делаем честный обзор, по-другому просто-напросто никак. Вот. Что меня порадовало, здесь переходничок, есть два миниджека, как бы они особо не нужны, бумажки, да, тоже, как бы, особо не нужно. И зарядка здесь идет от USB Type-C. Вот, как бы, это, друзья, реально плюс. Вот, смотрите, друзья, здесь USB Type-C, и это реально классно. Здесь вот есть небольшой такой вход для USB-A, то есть, стандартный USB, USB Type-C, миниджек и также слот для microSD. Друзья, кстати, не забывайте подписываться на Telegram-канал. Ссылочка в описании. Там скидки, купоны, все, что вы любите на эти колонки, на телефоны, Xiaomi-шки, там, все, что вы любите, друзья. Ссылочка в описании. Проходите, обязательно подписывайтесь. А для того, чтобы сравнить, я взял JBL-колоночку. Она вот такая маленькая, стоит она 2 рубля. Эта колоночка стоит около 4 рублей. Сравним именно с такой, потому что JBL все-таки это реально очень круто. Другого варианта у меня пока что нет, поэтому, друзья, будем сравнивать именно вот с такой колоночкой. Так, первое, мы ее включаем. Соответственно, колоночка у нас сразу же подключилась к планшету. Я уже ее законнектил. Вот этот кругляш, который здесь крутится, соответственно, является и кнопкой. А кнопкой вызова ассистента. Но тоже она особо, друзья, здесь не нужна. Первое, что нам нужно, друзья, это послушать звук непосредственно этой колонки. И, друзья, вы слышите это? Я ее еще не включил. То есть, звука нет. А колонка шипит. Это реально странно. Я не знаю, слышно вам сейчас или нет, но колонка шипит. JBL тоже включена. Ну, как бы, она шипит, но совсем-совсем чуть. А здесь прям такое гудение такое. Это как бы неприятно. Скорее всего, здесь используется какой-то старый стандарт Bluetooth, либо 4.0. То есть, совсем-совсем такой старый. Но точно не 5.0, потому что, ну, вот такого шипения не должно быть. Сейчас она играет на всю громкость. Сама громкость, она, в принципе, неплохая. Но качество звука, друзья, так себе. Если прислушаться, реально, вот, как бы, нету какой-то четкости, да. То есть, ощущения такого качественного звука нет. Для того, чтобы как-то это улучшить, мы нажимаем на эквалайзер. И появляется вот эта белая кнопочка. Вот эта белая пимпочка. Звук становится более-менее какой-то приемлемый, но... Знаете, когда первый раз берешь колоночку JBL и слушаешь ее, у тебя, как бы, сразу такой вау-эффект. Как бы, ты прям вообще, прям, вау, вот это круто. Вот это звукач. Здесь, несмотря на то, что колоночка не маленькая, но вау-эффекта вообще нет. Вы слышите, да, что сейчас происходит? Я кручу, как бы, вот этот ролик, да. А звук, то есть, он может не добавляться. То есть, я прокручиваю. Вот сейчас он добавился, сейчас он не добавляется. И потом, потом он добавляется как-то резко. То есть, нет вот какой-то плавности. То есть, смотрите, я кручу. И иногда звук просто не добавляется. Потом он резко становится громким. Очень странный кругляш. Не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайк этому видео, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь обязательно на этот канал. Друзья, вот сейчас я включил JBL. Вот она такая малютка. Абсолютная. Но признаюсь, что она качает лучше. Качество звука. Просто звук гораздо приятнее. Чувствуется, что звук делали профессионалы. Здесь не будет хватать басов. Это абсолютно очевидно. Понятно, что сама колоночка маленькая. Но они здесь таким образом отрегулированы, что не вызывает какого-то отторжения. Давайте послушаем опять. Вы слышите, да? Все есть. Вроде бы все те же самые басы. Но звук... Рыхлый какой-то такой. Я даже не знаю, как это писать. Вот когда мы послушаем дизель пауэр, да, друзья, здесь будет преимущество этой колонки. Потому что все-таки басы у нее есть. И дизель пауэр слушать гораздо приятнее. Но отмечу, что она, конечно, маленькая. Просто она маленькая. Здесь она будет проигрывать. Потому что басов не хватает. А в этой теме, да, абсолютно нужны басы. Поэтому здесь жибелечка малютка. Но она проигрывает. Друзья, это Таш Султана. Сейчас жибелечка. Сейчас мы слушаем Ганса Зиммера, да? Если вы слушаете как бы классическую какую-то музыку, друзья, а она просто-напросто вообще не вытягивает. То есть, если бум-бум-бум, то есть как бы определенный смысл в этой колонке. Если вы слушаете что-то классическое, где нету вот прям вот каких-то таких ритмов, то тогда это не алло. И вы слышите? Она шипит. То есть, вот представляете, это Ганс Зиммер сейчас играет. И это такой прям величественный трек. И она шипит. Это как бы вообще раздражает. Not Ice. Тот же самый момент на JBL. И если его слушать, да? Здесь более такой чистый звук, такой более приятный. И ты реально, ты просто кайфуешь как бы в этот момент. Ты понимаешь, да, это круто. Этот трек вообще просто создавали великие люди. Но когда ты здесь слушаешь, не то пальто, не тот эффект. Друзья, следующий момент, который хотелось отметить, и транспорт, тоже большие вопросы. Кнопка. Это кнопка голосового помощника. Я ее сейчас нажимаю. Сири, я хочу узнать курс доллара на сегодня. Мне непонятен смысл выражения. Я. Но я могу попробовать найти его в интернете. То есть, скорее всего, используется местный микрофон вот здесь, а не здесь. И Сири просто вообще не понимает, что я говорю. И, друзья, смотрите. Слушайте этот звук. Я, кстати, кнопку не могу иногда нажать. Смотрите, здесь она не нажимается. Вот здесь. Подождите. А, то есть ты должен нажимать чисто по центру. Слушайте, то есть, друзья. Лучше ее вообще не нажимать. То есть, я сейчас ставлю паузу. То есть, одно нажатие вы делаете, вы нажимаете на паузу. Другое нажатие вы снимаете с паузы. А, вы видите, да? То есть, ничего не происходит. Я кнопку нажал, вы слышали звук? Вы слышите звук, да? О, и сейчас это сработало. Со второго раза я отжал. Слушайте, она начала работать. Походу, она разрабатывается. Вот сейчас она не нажимается. Друзья из TronSmart. Есть определенная претензия. Вот, если честно, нужно эту кнопку либо доработать, либо вообще ее тупо убрать. И поставить вот этот, ну, обычный такой кругляш, чтобы вы могли добавлять громкость, убавлять ее и так далее. Но вот эта кнопка, она неэффективна просто-напросто. Смотрите, вот опять ничего не произошло. Я ее нажал. Ничего не происходит. О! Так же с помощью этой кнопки можно делать вызов. Двойной клик. Работает. Здесь стандартные кнопки. Самое интересное, это эквалайзер из этих кнопок. Соответственно, она меняет режимы. В начале у вас самый первый режим, когда индикатор не горит. Вот этот звук слушать просто невозможно, друзья. Ты не понимаешь, что это такое. Это просто какая-то каша. И вот в режиме, когда работает белый индикатор, это самый лучший звук на этой колонке. И это все, что, наверное, можно выжать из нее. Второй режим, это экстра бас. Экстра бас. Вот на экстра басах вообще ничего не понятно. В режиме экстра бас нет ни басов, ни звука. Просто опять какая-то жижа. Друзья, ну вы, наверное, поняли основной мой месседж этой компании. Хотя они заслали эту колоночку для того, чтобы я ее прорекламировал. Но, если честно, друзья, прорекламировать ее никак не могу вам, чтобы вы купили и подумали, вау, это реально классная колонка. А минусы я вам рассказал этой колоночки. Единственный, наверное, плюс, ну, это вот кое-какие басы, которые иногда как бы вам, ну, как бы, наверное, нужны. Самое главное, друзья, конечно, колонка делается для звука. Чтобы был классный звук, чтобы колонка качала, чтобы было приятно слушать. Как бы все вот эти кнопочки, да, здесь все сделано, в принципе, неплохо. Ну, материалы корпуса более-менее, кроме вот этой кнопки ужасные, абсолютно ужасные. Но самое главное, ради чего делается колонка, ради звука. Здесь, к сожалению, этого звука, друзья, нет. Друзья из Transmart, к сожалению, вот такой обзор. Я на минусы показал, как бы, именно вашей продукции. Вы можете обратить на это внимание, можете не обращать, будете вы со мной струнчить или нет. Но по-другому, ну, как бы, я не могу сказать, потому что я просто своих подписчиков подведу. Ну, и вот будет такая история. Друзья, с вами был я, Эдскрайбер. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok